всем привет в этом видео я расскажу вам как настроить эмулятор консоли sony playstation под названием и psx и и так вот у нас есть папка с распакованным эмулятором мы запускаем экзешник и перед нами появляется главное окно здесь нажимаем конфиг и тут можно сразу выбрать wizard гайд который нас проведет по всем шагам настройки и так в этом окне нам предлагается выбрать bios приставки напомню что bios и находятся в папке bios если у вас их много то весь список здесь отобразится мы выбираем пример вот такой далее здесь выбираем видео плагин для видеокарт nvidia и встроенных видеокарточек intel рекомендуется драйвер open gl для видеокарт ati amd redone рекомендуется direct 3d мы выбираем open gl и здесь же можно его сконфигурировать и так полноэкранное разрешение установим 1024 на 768 оконная можно установить 800 на 600 больше ставить смысла нет потому что игра на 1 playstation довольно таки низком разрешении и все будет в квадратиках в кубиках там как хотите это называйте далее фильтрация текстур здесь выбираем 6 пункт то есть продвинутая и сглаживание спрайтов картинка будет довольно таки неплохая по сравнению с оригинальной консолью текстуры высокого разрешения здесь выбираем пункт 1 далее обязательно проверьте чтобы стояла галочка на использовать ограничение кадров в секунду иначе игры будут идти слишком быстро будут просто летать далее вот в этой опции of screen droning выбираем 2 фрейм буфер эффекты здесь зависит от мощности вашей видеокарты ну если выбирать такой оптимальный вариант то думаю это будет стандарт а мы установим full так как оборудование позволяет третий пункт должен здесь быть один пункт 1 далее здесь должна стоять галочка на полноэкранной фильтрации здесь же можно установить галочку на эффекты шейдеров и указать полноэкранное сглаживание это вам пригодится если вы будете играть в полный полноэкранном режиме тогда у вас не будет так называемый эффекта лесенки на 3d локациях и персонажах здесь степень шейдерных эффектов можно указать максимум далее это дополнительные опции которые в принципе трогайте не обязательно первый пункт scan lines это так называемый эффект старого телевизора то есть у вас во время передвижения локации или персонажи будут такие небольшие полоски на экране как бы эмулирующий экран обычного lt телевизора кому-то это нравится кому-то нет поэтому здесь уже на свой вкус дальше здесь должна обязательно стоять галочка mdec фильтр это фильтрация роликов в игре ну и далее галочки отключения хранителя экрана фикс для видеокарт gefort gf4 на windows xp и дополнительные фиксы для определенных игр с которыми есть проблемы ну как правило там ничего менять не нужно все работает со стандартными настройками если вы не хотите заморачиваться с настройками каждых пунктов то здесь также есть две кнопки кнопочка fast рекомендуется если у вас довольно таки слабое железо слабое имеется ввиду совсем слабое и nice это оптимальные настройки которые подходят большинству вот так как мы настроили здесь усами больше нам здесь ничего не требуется нажимаем ok next далее здесь предлагается на выбор звуковые плагины что я хочу сказать насчет звуковых плагинов на разных звуковых картах можно может потребоваться определенный звуковой плагин но я обычно выбираю первый этот spu core так как у него совместимость наиболее полная и проблем обычно steam не возникает здесь уже остальные более продвинутые плагины то есть которые используют используют direct sound которые могут использовать возможности современных видеокарт ой прошу прощения звуковых карт но мы выбираем первый плагин для сиди рома оставлю такой который предложила система опять же вы можете выбрать любой на свое усмотрение и здесь конфигурация контроллеров тут можно сконфигурировать джойстик dual shock если у вас имеется геймпад соответствующий если у вас геймпад без аналоговых стиков то вы можете выбрать обыкновенный цифровой джойстик также здесь можно сконфигурировать цифровую мышь которая как вы знаете была первой playstation она может использоваться в некоторых играх например версия дума на playstation поддерживает эту мышь и прочие контроллеры вот такой вот например необычный здесь все просто нажимаете какую хотите кнопку назначить далее жмете на геймпаде и кнопка назначается все довольно таки стандартно в этой колонке включается вибрация тип здесь указываем вот этот брутер так как к нему есть плагин большой мотор здесь можно указать констант или сайн но это степень вибрации и маленький мотор но моторов таком геймпаде 2 нажимаем ok next и все эмулятор сконфигурировал можете запускать игру игры запускаются файл ран сидером запустит игру если у вас ставлен диск ваш дисковод из-за соответственно запуск с образа игры но как правило из-за образы довольно таки плохо эмулируется это все потому что на большинстве игр от sony playstation есть еще аудиотреки поэтому образы рекомендуются формате bin q то есть два файла или формате clone cd там три файла то есть если у вас игра в из-за образе знаете что она возможно не будет корректно работать хотя конечно зависит от игры в общем то все в колонке в пункте run здесь у нас быстрая загрузка быстрое сохранение здесь все довольно таки стандартно да в оптимус должна стоять галочка автолот ppf файл сенаблет что это такое это так называемые патчи для некоторых игр ну например русификация от фанатов для некоторых игр бывает распространяется вот таких патчах там еще что-то довольно много применений у них ну и чит коды ну что это такое объяснять думаю не стоит ну что на этом все пока